Сейчас мы поведаем небольшую историю, вам стоит дослушать её до конца. «Счастлив же был, и зачем только родню слушал?» – размышлял Саша, бродя по улицам города. Женился Саша на Ане, и всё у них шло хорошо. Аня хоть и не отличалась особо яркой красотой, но была хозяйственной и практичной домохозяйкой. При этом несварливой, довольной тем, что есть, и достаточно простой девушкой. Муж зарабатывал деньги для своей семьи, планировал дом построить. Жили счастливо и радовались каждому дню, проведённому вместе. Но Аня не устраивала родственников мужа. Свекровь больше всех откровенничала. Фигура никакой, худая, высокая. У нас в роду все справные были, а у этой никакого вида. Не хочется, чтобы дети в неё пошли. И так как родственников у мужа было много, то, соответственно, было много приглашений на праздники. По нескольку раз в месяц с Аней ходили по гостям. Но для неё эти праздники означали в основном одно впечатление. Её обсуждали за спиной, намекали на её рост, худобу и прочие, как им казалось, недостатки. При случае говорили об этом Саша, что Аня ему не пара. Девушка стала стесняться своей внешности. Перестала носить каблуки, старалась казаться как можно ниже своего обычного роста. Прошло некоторое время, и злые языки добились своего. Саша сам стал смотреть на жену в поисках недостатков. А вскоре начал заглядываться на девушек, что привело к изменам. Аня, естественно, терпеть не стала этого и развелась с ним. Родня, как ни в чём не бывало, только прокомментировала. Другую найдёшь, подстать себе. Детей ведь всё равно не было. Миновал год. За это время парень успел пожить с несколькими женщинами. Но чего-то не хватало. Внешне они были красивыми, но не было душевного комфорта, той гармонии, что была с Аней. Все они раздражали его. Постепенно к нему стало закрадываться сожаление о разводе с бывшей женой. Своими мыслями он поделился с матерью, на что получил вполне знакомый ответ. «Не пара она тебе, а ты молодой, найдёшь ещё себе девушку». «А где она, эта самая пара?» – нервно отвечал сын. Аня уже как год переехала с матерью в город. Узнав об этом, Саша стал чаще выезжать в город, в надежде, что встретит случайно её и начнёт отрепетированный разговор. В один из дней, уставший от длительных поисков, он выходил из торгового центра и неожиданно встал как вкопанный. Навстречу ему ушла она. Всё та же, высокая и стройная, с развивающимися волосами. Сволнованный Саша заговорил с ней и пригласил в кафе. Аня не держала на мужа обиды, общались как давние знакомые. Парень смотрел на неё и не мог отвести глаз. «Ты какая-то подозрительно красивая. Первый раз такую слышу», – ответила Аня, смущаясь. «Я редко тебе говорил красивые слова. Вот хочу наверстать упущенное». Девушка вдруг заторопилась, объяснив тем, что у неё есть дела. Боясь упустить последний шанс, он схватил её за руку и выдохнул. «Выходи за меня». Некогда разрушенная семья возобновила своё существование. Но жить в деревне Аня отказалась. Да и сам Саша не хотел, чтобы о его жене судачили. Переехал в город, где они и устроили своё гнёздышко. Родился сын, а за ним и дочь. Аня чуть-чуть пополнела, стала ещё красивее и увереннее в себе. Вывод можно сделать только один – следуйте велению своих сердец и не слушайте глупых советов. На этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!